Ассаламу алейкум, мои братья и сёстры! Очередная партия наших автомобилей, маленьких, удобненьких. Приехал наш Трал, альхамдулилла. Это вторая партия наших автомобилей, которые поедут в Москву. Вот, можете посмотреть, почему такие машины мы собрали, потому что в Москве очень на них много спросу. Вот наш главный начальник. Все вопросы будут отвечать он, иншаллах. Вот наши автомобильчики. И братья, смотрите, зима, мороз, холод. Пока мы привезли эти машины, собрали по России, сколько времени потратили, столько сил потратили, столько энергии потратили. И вот за Трал отдельно большую сумму платим. Сколько приключений, короче, с нами произошло, пока мы собрали эти машины по России. Из-за этого братья покупатели, которые покупают. Вы тоже учтите, что мы, как сказать, трудимся, хотим тоже хоть сколько-то заработать, да? Не просто так, чтобы просто привезти в Москву и вам продать. Вы эти моменты тоже учтите, братья, потому что нелегкий труд мы тут делаем, чтобы эти машины довезти прямо до Москвы. И когда вы приезжаете торговаться, вы вообще унижаете. Я знаю, что торговаться это сунна пророка, но настолько сильно унижать цены, это тоже некрасиво и нехорошо. Братья, адекватные цены мы ставим, потому что мы очень сильно рискуем и очень мучаемся пока. То есть привозим эти машины в Москву. Вот первую машину, альхамдулиллах, сейчас загрузили. Потихонечку будем загружать сейчас вторую. Так что, братья, если кому-то будут интересны эти машины, эти машины через три дня, иншаллах, будут в Москве. Так что, братья, то есть две Nexi и семь Matiz. Ну, я надеюсь, иншаллах, братья купят и, иншаллах, халяльно риск будут зарабатывать. А не то, что харамным риском, обманом, которые блогеры зарабатывают, делают лотереи, розыгрыши и обманывают людей. Сейчас только мне, только что позвонил мой один подписчик. Он про Намасхана рассказал мне. Знаете, да, такой есть блогер, Намасхан, мошенник тоже, делает розыгрыши конкретно. И про него он мне рассказал. Говорит, мы с ним начинали когда-то. Он, говорит, столько людей обманул, столько кинул людей, у него, говорит, ни документов, ничего не было, когда пришел. Даже, говорит, на бензин, говорит, не было денег. Сейчас он, говорит, каждый розыгрыш, да, так сильно людей, говорит, обманывают, что большие деньги с этого имеет. В Москве он, говорит, находится, говорит, нелегально. Документов, говорит, нету, ничего нету. Говорит, и я с ним начинал первый розыгрыш, и, говорит, я ему много чего обучил насчет этого. Но потом понял, говорит, что это харам. Мои братья позвонили, сказали, срочно, чтобы я прекратил это дело, дабы они меня не наказали. И потому что это харам. Аллах проклял таких людей. Из-за этого этот брат раскаялся, да, сделал тауба, астахаруллах, сказал, и перестал работать. То есть делать вот такие вот мошеннические схемы. А намаз после этого он сам начал двигаться, нашел спонсоров. После этого, типа, вот, многих людей, оказывается, обманул. И вот так вот слегка поднялся, да. Из-за этого я хотел бы обратиться этому намазу, чтобы он покаялся и оставил мусульман в покое, чтобы он не обманывал. Если он не остановит свои мерзкие вот эти игры, иншаллах, тут многие уже братья, короче, против этих мошенников. Если у него нет документов. Вообще братья говорят, что мы его просто поймаем и депортируем свою родину, откуда он приехал. Ну, иншаллах, я надеюсь, что они раскаются, покаются и вернутся к Аллаху. И не будут больше наших братьев обманывать, которые работают в России. Ох! Давай, 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 давай! Нет, не сел еще. Один вперед сел, а задний вот не сел. Вот тогда еще на один. Шофер, пожалуйста. Все, сели. Красава. Первый ряд, иншаллах, готов. Все, сели. Продолжение следует... Так что, братья, иншаллах, я надеюсь, что эти машины достанутся честным работягам, которые хотят заработать и накормить своих детей и родителей. Иншаллах, обязательно работайте халяльно, дозволенно, чтобы Аллах дал всем буракят, как говорится. Три дня она будет в Москве, если кому будет интересно, иншаллах. Ну что, брат, как? Сложно было найти этих машин, матизов? Сейчас по России их очень мало. Это легко брать. Ходим, крутимся. Все в Москве ездили, в Ижевске ездили. Не так все просто. Да, не, просто многие же приезжают, смотрят, говоришь им цены, там, одно сразу же, там, надо 30 тысяч, они ниже просят, это тоже не дело. Смотрите, сколько... Все собирают, все собирают, вот тут мало витражки, все улетают, как пирожки. Да, конечно. Так что, братья, иншаллах, адекватные, конечно, торг имеется, но не настолько сильно, как... Сверху, что, свои расходы, вот, за каждую машину по 15 тысяч только отдается за траву, вот. Вот, если видите. Все, это была последняя машина, загрузили, аль-хамдулиллах. Ну, дай Аллах, чтоб... Полтора тысячи километров, чтоб она доехала, иншаллах. Спокойно. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok